Здравствуйте, меня зовут Данила Скрипаленко, я продолжу рассказывать вам о методиках скрининга рака. И начну свою часть лекции я с определения понятия и методик скрининга полуректального рака. Почему же это заболевание нас так интересует? Дело в том, что оно по заболеваемости третье, как среди женщин, 12% среди всех случаев рака, так и среди мужчин, 11,3%. Какие симптомы могут указывать на развитие полуректального рака? Самые распространенные это запоры, понос, небольшие выделения крови в калле, выделение кала небольшими порциями, так называемый лентовидный или тонкий стул, периодические приступы боли в животе, также беспричинная потеря веса и постоянная слабость. Попробуем разобраться, что же вызывает полуректальный рак. Факторы риска делятся на немодифицируемые и модифицируемые, моя коллега вам рассказала об этом. На немодифицируемые мы, соответственно, поменять не можем. Это генетическая предрасположенность, возраст старше 50 лет и по мужской. К модифицируемым факторам относятся избыточная масса тела, курение и употребление алкоголя, а также обилие красного мяса и животных жиров в рационе. Употребление красного мяса в пищу в большом количестве увеличивает риск возникновения рака, и это доказано. Также доказано, что употребление клетчатки в большом количестве, наоборот, снижает риск возникновения полуректального рака, и поэтому полуректальный рак свойственен прежде всего для развитых стран. Где можно найти клетчатку? Рекордсмен по содержанию клетчатки – это отруби. Также ее много в орехах миндаля, в бобовых, в изюме, в яблоках, ну и в цельнозерновом олеве. Ну и, как видно из этой диаграммы, более 30% пациентов с полуректальным раком страдают от наследственных и семейных форм. Поэтому на заболеваемость полуректальным раком эти факторы очень сильно влияют, и в частности задуматься стоит, если заболевание полуректальным раком прослеживается в двух поколениях. Но также обязательно должно быть либо наличие двух родственников ближайших с полуректальным раком, или раком яичников, или раком эндометрия, причем которые могли возникнуть до 60 лет. Ну или наличие родственника с диагнозом полуректального рака, поставленным ему в молодом возрасте до 50 лет. Ну и среди наследственных факторов особенно хочется выделить синдром Минча. Это форма полуректального рака, которая наследуется аутосонно-доминантно. То есть у пациента каждый второй родственник болел полуректальным раком, и, соответственно, могут иметь и его потомки предрасположенность к раку. Ну и также при этом синдроме рак появляется в молодом возрасте, до 50 лет. Если прослеживаются данные признаки, то необходимо обязательно пойти на консультацию к онкологу. Как правило, онколог назначает в таком случае генетическую диагностику. И ее важно пройти, потому что от результата генетической диагностики зависит частота скрининга, которая вам назначается. То есть у людей с генетической предрасположенностью скрининг должен проходить гораздо чаще. Да какие же существуют методы скрининга полуректального рака? Анализ скала на скрытую кровь и аналогичный ему, иммунохимический анализ скала. Ну и также существуют катеколонография и полоноскопия. Теперь поподробнее о каждом из них. Анализ скала на скрытую кровь необходимо проходить 50 лет ежегодно. Он выявляет больных с раком достаточно редко, у него невысокая чувствительность, но при этом у него высокая специфичность, что значит он практически не выявляет рак у пациентов, которые им не страдают. То есть можно избежать плохих новостей. Ну а иммунохимический тест на скрытую кровь обладает рядом преимуществ. Он на его результаты не влияет пищевой рацион пациента. Если при прохождении теста на скрытую кровь требуется соблюдать строгую диету 3 дня без мяса и сдавать его в течение 3 дней, то иммунохимический тест просто сдается в течение 3 дней по 2 порти. Ну и он также рекомендован после 50 лет. При этом он обладает высокой чувствительностью, то есть гораздо чаще выявляет у пациентов полуректальный рак. Ну и также он способен выявлять предраковые изменения. Колоноскопия позволяет увидеть хирургу внутренность кишки, обнаружить там полипы, удалить их, но также поставить диагоносколоректальный рак. Ее рекомендуется проходить всем достижение 50-летнего возраста не менее одного раза в 10 лет. Ну и эта операция проводится под наркозом, она абсолютно обеспеченная. Также неинвазивный метод компьютерная томография, в частности колонография, основанная на компьютерной обработке ремьеновских снимков толстой и прямой кишки. Ее рекомендуется проходить раз в 5 лет, также по достижению 50-летнего возраста. Ну и как я уже сказал, людям с генетической предрасположенностью требуется проходить все эти виды обследований чаще. Почему же так важно проходить всем без исключения скрининг колоректального рака? Дело в том, что существует показатель 5-летней выживаемости. Соответственно, у людей, у которых выявлен колоректальный рак на первой стадии, выживаемость очень высокая. И большинство, подавляющее большинство людей с таким диагнозом проживает 5 более лет. Ну а на четвертой стадии, с примерно такой же вероятностью, люди умирают. Поэтому необходимо выявлять рак на ранней стадии. Какие же из всего этого следуют выводы? Напомню, что колоректальный рак занимает третье место в структуре заболеваемости, злокачественного образования в России. Поздняя диагностика рака связана с очень плохим прогнозом. Но, тем не менее, на сегодняшний день имеются четкие алгоритмы скрининга колоректального рака. И при их соблюдении можно повысить 5-летнюю выживаемость за счет ранней диагностики заболевания. Ну и следующее злокачественное новое образование, которое я взял, это исключительно мужской недуг, рак простаты. Или предстательной жизни. Заболеваемость рака простаты у мужчин в России 14,3%. И он удерживает по этому показателю второе место. Заболеваемость рака простаты высока в развитых странах, а также в европейской части России. Причем в Соединенных Штатах это социально значимое заболевание, и опухоль простаты злокачественно обнаруживают у каждого шестого мужчины. А на данный момент уже 2,5 миллиона мужчин живут в США прямо сейчас с этим диагнозом. Но, тем не менее, смертность от этого заболевания, в частности в Штатах, довольно низкая за счет успешно внедренных методик лечения. Итак, какие же факторы риска возникновения рака простаты можно выделить? Поподробнее остановлюсь на модифицируемых, на немодифицируемых три факторах. К ним относятся наследственность, возраст старше 45 лет, также мужчины некроидной расы, как правило, чаще болеют раком простаты. Ну и на риск заболеваемости раком простаты также влияет большое содержание тестостерона в крови. Про питание скажу кратко, то что есть исследования, которые показали, что содержащиеся в томатах свежих, в томатном соусе, в томатном соке, ликобин снижает риск возникновения рака простаты. Ну и в частности употребление 500 граммов помидоров в неделю достоверно снижает риск рака простаты на 14%. Итак, симптомы раком простаты. Ну, они связаны с тем, что при его опухолях сужается мочеиспускательный канал у ветра, поэтому рак может проявляться в виде болезненного мочеиспускания, частого мочеиспускания небольшими порциями, причем, как правило, в ночное время. Также выделениями крови в моче, сексуальной дисфункции, ну и боли в области таза и в костях ног. Прогноз на различных стадиях рака простаты таков, что и локальный, и региональный рак достаточно хорошо лечится. Выживаемость пациентов с таким диагнозом высока, но рак на последней стадии, тем не менее, уносит в жизни большинства пациентов, поэтому ранняя диагностика рака простаты – это залог успешного лечения. В чем же заключается скрининг рака простаты? Дело в том, что выявить рак простаты с помощью таких методов, как УЗИ, МРТ или пальцевое ректальное исследование достаточно сложно. Поэтому их, как правило, комбинируется с тестом, который внедрили относительно недавно, и вот уже сейчас его рекомендуют онкологи по всему миру. Это иммунно-специфический тест на простатспецифический антиген, сокращенно ПСА. Мужчины, пожалуйста, запомните эту аббревиатуру. Итак, после сдачи ПСА определяется, соответственно, содержание антигенов крови. При достаточно маленьком содержании, менее 1 нанограмма на миллилитр, повторное исследование назначается через 3 года. При среднем уровне ПСА от 1 до 3 нанограмма на миллилитр, повторное исследование назначается через 1-2 года. Ну и при высоком уровне, более 3 нанограмма на миллилитр, назначается дополнительное обследование для выявления рака. Ну и, как правило, также пальцевое исследование может выявить подозрение на рак. На этой картинке видно то, что у 5% мужчин ПСА выявляет рак, но, как выясняется в дальнейшем, мужчины этого диагноза не ставят. Также есть и результаты ложно-отрицательные, которые говорят о том, что человек здоров, хотя на самом деле у него разрывается опухоль. Примерно 2%. Ну а примерно 3% мужчин все же выявляется рак с помощью ПСА и они проходят дальнейшее лечение. 3% это достаточно существенный показатель, тем более если проходить ПСА раз в 1-3 года. Итак, почему же надо сдавать ПСА? Существует исследование, которое показало, что в течение 14 лет ежегодная сдача ПСА влияет на общую выживаемость при раке простаты на 20%, разумеется, положительно, что сравнимо с проведением некоторых методов лечения. Итак, какие следуют из этого выводы? Рак простаты, напомню, занимает второе место в структуре мужской заболеваемости злокачественными новообразованиями. Скрининг рака простаты с помощью ПСА-тестирования нередко приводит ошибку. Но тем не менее, внедрение ПСА-тестирования позволяет добиться 20% выигрыша в общей выживаемости за период наблюдений 14 лет. Этот метод достаточно эффективен, и он не внедрен в Россию в полный мир. Поэтому мужчинам требуется беспокоиться о своем здоровье самостоятельно. Итак, рак шейки матки. Последнее злокачественное новообразование на сегодня исключительно женский недуг. Он занимает достаточно незначительное место в заболеваемости у женщин, но тем не менее он достаточно свойственен беременным женщинам. Каждая двухтысячная беременная женщина, как правило, проходит через рак шейки матки. Но в целом заболеваемость рака шейки матки достаточно высока. Более 16 тысяч случаев рака на 2014 год. И также в этом году к смерти рак шейки матки привел 6 тысяч женщин. Основным возбудителем рака шейки матки является вирус папиломы человека. Этот вирус проведается, как правило, половым путем. У большинства женщин он... Большинство женщин выздоравливают от него в течение трех лет. Но у одного процента может возникать хроническая инфекция. Причем инфекция может проявляться в виде остроконечных кандилов, неприятных симптомов. Но может также приводить и к возникновению рака шейки матки. На этом графике видно то, что инфекцией страдают, как правило, молодые женщины 20-летнего возраста. Предраковое состояние появляется у женщин 35-40 лет. Раковое состояние появляется значительно позднее. Как правило, им болеют 50-летние женщины. На злоопечатление орукли также влияет форма вируса. Наиболее опасные 16-е и 18-е. И они достаточно распространены в России. Но также распространены и в развивающихся странах. Итак, в чем же заключается предраковое изменение шейки матки? Дело в том, что рак способен внедряться в клетки и изменять их в геном. Соответственно, по степени неконтролируемого размножения, которому способны зараженные клетки, и определяется степень предрака. На первой и второй степени наступает спонтанная регрессия в 60% случаев. А вот на последней стадии примерно с такой же вероятностью предрак перерастет в рак. Итак, какие симптомы могут сигнализировать об наличии сблокачественной опухоли в шейке матки? Прежде всего, это дискомфорт в матке при мочеиспускании, при половом опсе. Также кровавые выделения, не связанные с менструацией и удлинение по сравнению с обычным менструальным циклом. Также могут быть постоянная слабость, боли в области таза, в костях ног и недержание мочи. Итак, какой же прогноз при возникновении рака шейки матки? При предраке пятилетняя выживаемость 100%, потому что это еще не рак, и его можно вылечить. Но на первой стадии она снижается 85%, и в итоге на четвертой стадии выживаемость очень низкая, 7% женщин. На что же может повлиять возникновение рака шейки матки? К факторам риска относятся курение, употребление оральных контрацептивов, но в особенности, как уже сказано, это вирус пателомы человека, от которого ученые совместными усилиями разработали вакцину. Эффективность термайликса и гордосила доказываны клиническими испытаниями, они успешно применяются, причем гордосил направлен против форм вируса, которые также способствуют образованию остроконечных кондиологов. Поподробнее об эффективности гордосила. В эффективности по отношению к возникновению предраковых состояний результат очевиден. В 3,5 раза реже встречается предраковое состояние у группы испытуемых по сравнению с контрольной. Ну и девушки после вакцинации обязательно должны проходить скрининг на рак, шейки матки, чтобы избежать неприятных последствий вакцинирования. Ну и эффективность гордосила в отношении остроконечных кондиологов тоже достаточно высока. В 1,5 раза меньше встречается остроконечный кондиолог у группы испытуемых по сравнению с контрольной. Итак, вакцинация показана девочкам и женщинам, но ее рекомендуется проходить девочкам, так как у них невысока вероятность наличия инфекции папилломы. И по результатам исследований вакцина проводится бесплатно для девочек Москвы и Московской области в возрасте 12-13 лет. Итак, несмотря на то, что существует вакцина от вируса папилломы человека, которая значительно снижает риск возникновения рака шейки матки, скрининг тем не менее эффективен, необходим. Методика скрининга разработана более лет назад греческим медиком Георгиусом Папа Николаевым. В честь него назван этот тест, сокращенно ПАП-тест. Он проводится при осмотре у гинеколога, причем мазок ежегодно рекомендуется проводить женщинам старше 30 лет, ну а женщинам с 21 года до 29 лет раз в 3 года. Но, как уже сказано ранее, при планировании беременности посещение гинеколога и прохождение ПАП-теста очень важно. И, как показали долговременные исследования, более 50 лет, результаты внедрения скрининга в некоторых странах Европы позволило намного снизить возникновение рака шейки матки, в частности в Дании, на 80%. Итак, подведем итоги. Рак шейки матки занимает 5 место в структуре заболеваемости с злокачественными новообразованиями у женщин. И первое место в структуре заболеваемости с злокачественными новообразованиями беременных женщин. Основным фактором риска возникновения рака шейки матки является носительство вируса попилом человека 16-18 типов. Вакцинация от вируса в подростковом возрасте позволяет снизить риск возникновения предраковых изменений шейки матки. А внедрение программы скрининга позволило снизить заболеваемость раком шейки матки, в частности в Европе, на 60-80%. Итак, скрининг позволяет увидеть невидимое. Это значит, что рак это очень опасный, но победимый противник. И необходимо знать его в лицо. Как вы могли убедиться, существуют в арсенале медиков совершенно разнообразные методики скрининга, многие из которых не удосужились должного внимания со стороны пациентов. Но я надеюсь, после посещения этой лекции вы задумаетесь о необходимости прохождения скрининга вами и вашими родственниками. Потому что выявление и лечение рака на ранних стадиях гораздо более эффективно, безболезненно. И таким образом скрининг рака может спасти вашу жизнь. Аплодисменты.